Добрый день, уважаемые коллеги! Компания Директ Медиа рада приветствовать вас в нашем вебинаре и с удовольствием предоставляет Марину Ефимовну Вайндорф-Сесоеву. Я немножко волнуюсь. Сегодня она представит совершенно новый доклад, я его не видел, но мы все сейчас переживаем довольно-таки решительные времена, очень много изменений происходит, особенно в системе образования. И я думаю, что нам сейчас как никогда важно опираться на мнение профессионалов, мудрых, опытных людей. Вот у нас здесь в студии присутствуют ветераны дистанционного обучения, электронного обучения. Они будут нам помогать, подсказывать. А сейчас я передаю слово Марине Ефимовне. Здравствуйте! Добрый день, уважаемый Юрий Николаевич! Да, действительно, времена не очень такие простые, но в то же время очень интересные. И независимо от того, в какие времена мы с вами живем, независимо от этого, всегда есть такая профессия учитель, всегда вызывает много вопросов, как негативных, так и позитивных. И тот, кто в этой профессии, всегда этой профессией гордится. И вы понимаете, что та тема, которую я сегодня заявила, она достаточно сложная и непростая. Потому что, с одной стороны, на эту тему говорят очень много. Но, с другой стороны, мне бы хотелось с позиции рисков посмотреть на главное действующее лицо. Вот, на то, какие риски мы с вами несем, как учителя, как преподаватели вузов, и как это влияет на сам процесс обучения, как это влияет на общество, и как это влияет на того, кого мы с вами обучаем. Поэтому, с одной стороны, это достаточно сложная и серьезная тема, с другой стороны, думаю, что она назрела, очень актуальна и волнует каждого из нас. И я даже больше думаю. Я думаю, что мы в душе очень часто на эту тему размышляем. Потому что, на самом деле, я сама с собой часто говорю о рисках, говорю об этих рисках на любых семинарах, может быть, не называя их рисками. И вот сейчас, когда Юрий Николаевич так очень четко выбрал из предложенных тем риски, то я, конечно, все пыталась, как и до этого, систематизировать и понять вообще, что откуда происходит. И вот с этими своими идеями, взглядами и наработками сегодня хочу с вами поделиться. Но очень важно сказать, что мы с вами никогда этим не занимались, потому что основная задача была учить, у нас была программа, и мы с вами делали то, что должны были делать. Это было несколько запрограммировано, определено для нас. А сегодня мы занимаемся очень часто той работой, которая для нас не прописана, непрофессионально была изначально. Часто этому нас не обучали, и мы к этой работе бываем не готовы. Поэтому это очень здорово, слова Коко Шинель подходят к нашей ситуации. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали. И поэтому мы, не осознавая, именно этим и занимаемся. И вот учитель, вот преподаватель, который входит каждый день в аудиторию, входит каждый день в класс, и не в один, а во многие классы, о чем он там говорит, как он рассказывает, какие идеи несет, это все является риском для всех, как для самого учителя, так в принципе и для тех, кто его окружает, и дети, и родители, и общество, и школа. То есть один из серьезных источников риска – это преподаватель. И сегодня мы с вами поговорим о том, какие были исследования в области теории рисков, потому что это очень важно понять. Если вы коснетесь научной литературы и даже популярной, то вы увидите, что в основном рисками занимались в экономике, в тех науках, в тех отраслях, где можно было что-то просчитать. А когда речь шла о гуманитариях, основной риск, прописанный и в исследованиях педагогических, это то, что низкое финансирование, не поставлено оборудование, и поэтому что делать бедному учителю. Хотя на самом деле риски – это очень серьезный источник для планирования своей профессиональной деятельности. Поэтому мы вот на эту тему, на этот предмет и сегодня поговорим. Сами риски зародились очень и очень давно, в период зарождения азартных игр. Я, когда стала готовиться по этой теме, когда стала ее исследовать, то мне стало интересно, в общем-то, откуда риски появились, что вообще это такое. И связаны, естественно, они были только с экономическими науками. И поэтому все исследования до 90-х годов, они и ни в коей мере не отражали действительности, которая происходила в образовании. Потому что, казалось бы, что там просчитать с цифрами вероятность происходящих рисков достаточно сложно. Либо можно просто запрограммировать и прописать, что будет так, и все делали вот так, как прописано и будет. Но мне очень понравилось, я думаю, что каждый из вас, прочитав слова Смита, улыбнется, что профессии с высоким уровнем риска гарантируют более высокую оплату. То есть, на самом деле, наша профессия – это профессия одного из самых высоких рисков. И, значит, у нас должна быть самая высокая зарплата. Ну, вот это согласно Смита. Но мы с вами имеем то, что мы на сегодня имеем. Первая проблема, которая всегда появляется в науке, особенно, когда только наука зарождается, а педагогическая рискология – это очень такое новое направление, новое в развитии образование. Ясное дело, что было очень много исследований. Поэтому сегодня отдать определение или почитать, что же вообще это такое для образования, достаточно проблемно, потому что есть, конечно, и научные исследования, есть и околонаучные, есть и популярные. И везде определения риска даются с той позицией, с которой автор смотрит на проблему. Смотрит финансовый – один риск. Смотрит образовательный – другой риск. Смотрит со стратегических целей – третий риск. Поэтому очень сложно было выбрать какое-то определение, которое бы отражало те риски и те проблемы, которыми я сегодня занимаюсь. Ну, совершенно верно, Надежда Олеговна пишет, что главная проблема учителя оплачивается, и оплачивается низко, я все это понимаю. Поэтому я не буду сегодня говорить об экономических рисках. Кому-то, если очень хочется, то можно об этом почитать. Я буду говорить о других рисках. Я сейчас вам расскажу о каких. Потому что, в общем-то, это не тема моего исследования и вообще не тема, которой я бы посвятила свое время. Мы с вами для того, чтобы говорить о рисках, будем говорить, ясное дело, о педагогических, о профессиональных рисках. Потому что это те риски, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день. Вот то, что наиболее мне показалось привлекательным, это определение педагогического риска Богославского, и по словарю Ожегова, и вот автор неизвестен, профессиональные риски педагога, когда мы можем говорить о том, что учитель всегда находится в состоянии принятия решения. То есть мы с вами обязательно должны сделать нечто, что потом бы привело нас к положительному результату. И мы всегда рискуем. Всегда учитель рискует, независимо от того, в каком классе, в какой аудитории, с какой студенческой группой он сегодня работает. И чем дальше сегодня, тем этих рисков больше. Сегодня, с одной стороны, пытаются поднять авторитет учителя, с другой стороны, вот эта непререкаемость, которая была длительное время в образовании, если ты учитель, ты всегда прав, эта роль учителя, она уходит на второй план. И учитель занимает несколько иное место, и он должен теперь вот этот свой авторитет каким-то образом иначе утвердить. Это достаточно сложно, потому что нам надо для этого перестроиться, нам надо понять ту аудиторию, с которой мы работаем, и все это увеличивает наши риски. Вот, так как все в педагогике стремятся классифицировать, одна из классификаций классических, которая была, наверное, в педагогическом образовании, в исследованиях, самая первая, это доктора наук Абрамова, 96-го года, классификация видов педагогического риска. Когда я попробовала те риски, о которых я сегодня буду говорить, сопоставить с этими видами, у меня, честно говоря, ничего не получилось, потому что я думаю, что сегодня вот эта классификация тоже может быть пересмотрена в некоторых аспектах, потому что, может быть, поменялось время, может быть, другое основание для классификации. Но я не могу не сказать или не назвать тех, кто первыми в образовании стали заниматься рисками, кто ввели понятие педагогической рискологии. Это вот авторы, которые у меня сейчас на слайде, они есть в источниках в конце презентации. Если вам захочется, вы сможете найти, они все в открытом доступе. Можно почитать для того, чтобы понять, как вот педагогическая рискология развивалась, как рискология стала предметом научного анализа в педагогике, и какие потенциалы на сегодняшний день рискология имеет как отрасль, как часть педагогического знания. Потому что на самом деле, может быть, это то, что сегодня должно диктовать правила нашего проживания, жизни в образовательном пространстве. Я хочу сказать, что я буду говорить о том, чем я занимаюсь, что я исследую. Это мое субъективное мнение, чтобы было понятно, основанное на исследованиях, на научном познании. Посмотрите, как интересно. Если обратить внимание на развитие рисков, то оказалось, что в мире существует две парадигмы. Вот одна европейская, вторая американская. Об этом заявила в 2014 году впервые следователь Беляева. Она говорила, что европейская парадигма, она основана на потерях, на утратах, на негативном отношении к тому, что будет происходить. А американская парадигма основана на том, что в результате риска все будет хорошо. И что бы мы с вами ни делали, оно в результате все равно приведет к победе. Если говорить о рисках российских, современных, то мы, наверное, находимся где-то в области интеграции. С одной стороны, у нас есть риски, и мы о них задумываемся, которые приводят к негативному результату или могут привести к негативу, и поэтому очень для нас опасны. С другой стороны, мы, используя самые современные технологии, современное оборудование, задумываясь над тем, что будет, говорим возвышенно и надеемся на успех. То есть у нас такая интегративная модель, смесь европейской и американской парадигм в области риска. Ну, что же такое риск и вообще с чем его едят, и о чем мы будем с вами говорить. То есть с одной стороны, риск – это мера опасности, потому что мы не знаем, мы не понимаем, что произойдет, если мы будем использовать тот или иной ресурс. Но с другой стороны, если мы говорим о рисках, то это значит, мы себя можем уже обезопасить. Поэтому для меня риск – это как опасность, так и безопасность. Предупрежден – значит вооружен. Ой, что-то я такое сделала, и у меня все участники появились на экране. Вот, спасибо. Риск из себя представляет и вероятность, и последствия. То есть с одной стороны, мы можем с вами предсказать, какие будут последствия, если мы что-то будем с вами делать или использовать. С другой стороны, так как риск основан на методах математической статистики и теории вероятности, то, соответственно, его надо просчитывать. Вот что в гуманитарных науках достаточно сложно. Поэтому вот и риск складывается из двух таких составляющих – из последствий и вероятности. Поэтому мы можем смело говорить, что риски можно идентифицировать, риски можно оценивать, риски можно прогнозировать. И вот здесь это три важных фактора, которые для нас, как для преподавателей, очень принципиальны. Потому что если мы с вами можем определить, что это риск, значит мы понимаем меру опасности или безопасности. Это значит, что профессиональный преподаватель может его оценить, нужно сейчас так делать или нет, и спрогнозировать, а какой же будет результат, если я поступлю так или поступлю иначе. Ну и естественно, что приняты оценки риска. Вот мне очень понравилось, что для того, чтобы определить величину риска, и вообще, когда мы с вами рискуем, оказывается, мы пользуемся двумя оценками – априорной и апостериорной. Одна основана только на опыте, и поэтому, вернее, только на знаниях, и поэтому она приблизительная. Вот у нас есть знания, но опыта нет. Это приходит специалист, который завершил обучение в УЗИ, и первый раз заходит в аудиторию. У него есть знания, наверное, но нет опыта, и он начинает рисковать. И другая оценка, когда есть и знания, и есть опыт. И это тоже риск. И вот это оценка апостериорная. И каждый из нас владеет в разные периоды времени этими оценками. И, конечно, самое важное в теории риски – как ими управлять. Вот как эти риски снижать, и как эти риски предупреждать. И, наверное, это самое тяжёлое, потому что мы с вами часто находимся в ситуации, когда мы должны думать мгновенно, принимать мгновенные решения, и не сделать этого, уйти, просто избежать риска, бывает практически невозможным. Поэтому то, чем в рискологии нужно обязательно владеть, и я думаю, что каждый из нас это очень хорошо понимает. Таким образом, что для меня риск? Риск для меня – это основа для принятия решений. То есть, когда я задумываюсь над тем, что мне сделать, я обязательно оцениваю, а что это мне даст в будущем, и на что я опираюсь в прошлом. И тогда я выбираю тактические пути, то есть, как я должна идти, что я должна для этого сделать. Ну, естественно, стоит впереди стратегическая цель. Обратите внимание, что риск, он связан с умением преподавателя ставить цели. То есть, мы изначально с вами запрограммированы на постановку глобальной цели. Есть дисциплина, ученик или студент должен сдать экзамен, и вот мы на эту конечную цель его настраиваем. Времена поменялись, стратегия изменилась, и сегодня оказывается, что мы должны каждый шаг свой тактический прогнозировать, то есть, на каждом шагу ставить цели. А образование, в частности, педагогическая наука, к этому не готова, потому что не обучают учителей ставить цели на каждом этапе обучения. И это достаточно сложно, равно так же, как и ставить конечную цель. Поэтому для нас, я думаю, риск – это очень интересное такое приключение, которое мы должны правильно, грамотно оценить, посмотреть на него и сделать всё, чтобы прийти к определённой, к важной цели. Я для себя построила некую структуру. Вот, обратите внимание, значит, я выбираю для преподавателя, вот для данного исследования, для данного случая, когда я говорю о рисках преподавателя, я выбираю три области рисков. Одна область – это внешние риски. Внешние риски – это то, что мы с вами все ощущаем, то, что мы все с вами понимаем. Мы стараемся их анализировать, слушать, слышать, выбирать важное для себя, изучать. Вот, например, вчера одна из моих коллег на Фейсбуке написала, что сегодня столько новых указаний из Министерства образования и столько новых решений, что надо бы успеть за этими излияниями. И это один из внешних рисков, потому что мы должны понимать, как складывается ситуация в образовании. И это складывает на нас серьезный отпечаток. Это вот и есть в данном случае внешний риск. Кроме внешнего риска, кроме этой третьей области, которая на нас с вами накладывается, есть еще две группы рисков. Это первая и вторая область. Это одна группа учителей и ученик. И с другой стороны – это технологии, методы, формы, приемы, которые мы используем. Ну, на самом-то деле, учитель – это очень серьезный источник риска. Вот я работала, когда в школе директором школы, я очень часто ходила и старалась ходить на уроки своих учителей, потому что мне нужно было… Мне было важно понять, о чем они рассказывают и как. Когда я пришла работать в университет, мы писали, что мы ходим друг к другу на занятия. Ну, действительно, некоторые специалисты, молодые, бывшие студенты приходили на лекции, равно так же, как я к ним ходила, для того, чтобы оказать какое-то содействие, какую-то помощь. Но на самом деле в вузах такой практики нет. И поэтому и школа в большей части, но в школе все-таки более организовано взаимное посещение и посещение администрации уроков. И вуз, они не застрахованы от того, что учитель учит тому, что знает, и ведет урок или занятие учебное так, как умеет. И это достаточно серьезный риск, потому что учителя своя система ценностей, у учителя свои установки, учитель имеет свои взгляды на многие проблемы, и поэтому что он там делает, это достаточно серьезный риск. Надо иметь учителю очень большую ответственность для того, чтобы вещать по программе, о том, что важно, и не уходить в сторону от изучаемой дисциплины там, где это необходимо. Ученик – это тоже большой источник риска. И мы, кстати говоря, в ученике, как в источнике риска, говорим очень много. И понимаем под этим плохое поведение, не готовится, ничего не хочет знать. А ведь на самом деле это такая большая кладезь информации, потому что ученик приходит к нам из семьи, где свои ценности. Ученик приходит из своего сообщества, где свои проблемы, где свои взгляды, где свои устой. Ученик приходит к нам с собственным желанием, с видением того, что он хочет на нашем уроке. И вот это все является источником риска. И профессионализм учителя заключается именно в том, как он сумеет прочитать, то есть как бы спрогнозировать, а что может ему ученик принести такого рискованного на урок, чтобы он мог ответить на эти риски. Ну и, конечно, те технологии, формы, методы, которыми мы с вами пользуемся. Я в этом случае считаю самыми важными, такими серьезными рисками – это подготовленность, методическую грамотность того, кто обучает. Ну и, конечно, наличие этого оборудования и техническое сопровождение. Если у меня ничего нет, вот тоже вчера очень интересный пример был на Фейсбуке, когда одна учитель написала, что ее пригласили на вебинар. Она до вебинара полтора часа ехала, или три часа, по-моему, потом час слушала в аудитории, где вел преподаватель занятия, и потом обратно проделала такой же путь. Это было участие в вебинаре. Поэтому вот такое техническое обеспечение, сопровождение – это тоже серьезные источники риски. Ну, естественно, что я… Ой, почему-то я пришла на первую картинку. Естественно, что я нарисовала, представила себе эти области педагогического риска. Ясное дело, что когда мы берем с вами систему образовательную, то мы понимаем, что мы от цели идем к результату через содержание, и через рефлексию приходим к новой цели. И вот первая область риска – это как раз содержание формы, методы и приемы, о которых я сегодня говорила. И это очень важная вещь, и нужно понимать, что мы должны для того, чтобы избежать этих рисков, должны хорошо владеть и содержанием, и методами, и приемами организации обучения. Следующие две области риска, как я уже сказала, это учитель и ученик. Вот эта линия, которая между ними взаимообразная, она рискованная, это риск взаимодействия, сложится или не сложится. Вот я могу привести такой простой пример. Сегодня очень много детей занимаются дистанционно. И в частности, мой внук тоже этим балуется. Но это занятие достаточно серьезное. И вот если это взаимодействие между учителем и учеником установилось, если они смогли друг друга понять, то есть результат. И я в этом случае, вот, не побоюсь и скажу спасибо большое Вячеславу Юрьевичу Матыкину, который занимается математикой, потому что нашли контакт. И учитель сумел преодолеть те риски, которые нес себе ученик. Это отношение, понимание, умение слышать, умение слушать. То есть учитель нашел точки соприкосновения и преодолел риски, которые возникли в другом контакте. Но если бы этого не случилось, значит, пришлось бы опять выбирать. И это очень важно. Такой же контакт устанавливается в классе. Я помню, я читала лекции по педагогике студентам, психологам. И девочка, которая в школе вела уроки, подошла и спросила меня, вот, что мне делать, там у меня мальчик так не так себя ведет. Я ее выслушала, задала вопросы и говорю, а ты ему не делай замечания, а просто подойди. И когда он начнет себя так вести, положи руку на плечо тихонечко и продолжай свой урок. И вот она приходит на следующее занятие и говорит, неоткуда вы знали, что так надо сделать. То есть вот этот вот контакт, который нужно установить в классе, это риск, который может либо привести к результату, либо не дать положительного результата. И в этом и профессионализм учителя, который и вопрос задать может, и не боится спросить. И решить эту ситуацию может в любом случае. Ну и, наконец, третья область – это риск внешний, который на всех на нас с вами влияет, и которому мы прислушиваемся, и без которого, в общем-то, невозможно работать, как бы мы ни хотели. Мы можем работать в государственной системе, можем не работать в государственной системе. Однако все эти риски, они оказывают на нас достаточно серьезное внимание. Ну вот это такая общая картинка системы организации обучения с этими тремя областями риска. Я еще раз говорю, что я не говорю обо всех рисках вообще. Я выбрала только учителя, у которого сегодня этих рисков очень много, и ему надо с этими рисками как-то жить, с интересом жить, получать от жизни удовольствие, удовольствие для того, чтобы можно было такое же удовольствие дарить другим. Итак, какие же профессиональные риски нас окружают? Вот для того, чтобы их привести в систему и показать характерные черты для каждого риска, я пыталась их систематизировать. Но поняла, что у меня невозможно одни риски сопоставить с другими, поэтому я такое придумала им всем имя, профессиональное событие. То есть профессиональное событие у меня является источником риска. То есть активное отношение учителя к своей профессиональной деятельности, какое-то его действие. И вот об этих профессиональных событиях как источниках риска мы с вами будем и говорить. Их очень много. Я, конечно, обо всех профессиональных событиях как источниках риска и не ставила целью говорить сегодня. Но о некоторых, о тех, которые мы с вами успеем проговорить, я обязательно сегодня скажу, потому что важно было нам понять, о чем вообще предмет разговора. Так как мне хотелось говорить о рисках систем, я построила свою структуру. Значит, выбрав важные компоненты, на мой взгляд, и сразу хочу подчеркнуть, что вполне вероятно, набор этих компонентов будет увеличиваться, расширяться с процессом исследования рисков, если мы будем углубляться. Просто на данном этапе я выбрала для нас наиболее важные, на мой взгляд, черты риска профессионального. Значит, в центре у меня будет профессиональное событие, мы рассмотрим факторы риска, как проявляется такое событие или такой риск, как мы можем определить или увидеть последствия такого риска, какие могут быть, спрогнозировать, и посмотреть на некоторые методы управления рисками. Кстати говоря, вот опять хочу вернуться к собственному опыту, когда я училась в МАПе имени Крупской, на факультете физика на французском языке, у нас был методист замечательный, Якутов Якут Якутович. Тогда для меня он был очень и очень взрослый, но что было очень ценно в его работе? Когда мы планировали свои уроки, мы обязательно прогнозировали вопросы, которые ученик может задать в процессе урока. И пока я не делала, не составляла десяток таких вопросов, меня методист не отпускал, он считал, что урок на следующий день не подготовлен. И так было с каждым из нас. И сегодня я понимаю, насколько это ценно, потому что нас учили прогнозировать результат. То есть нас учили избегать риска, учили не слышать, или вернее учили нас, как правильно реагировать на возникающие риски. И когда ты уже готов ответить на этот десяток вопросов, то есть понятное дело, что и другие вопросы для тебя совершенно не страшны. Да, это такая практика для студентов и начинающих учителей. Совершенно верно, Наталья Андреевна. Но я, к сожалению, не видела ее у своих студентов. И когда я методику не вела, но когда я читала педагогику, я старалась всегда им об этом говорить, что важно спрогнозировать, что вас спросят. Это целое искусство. Вот, поэтому, да, 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 это замечательно. Поэтому мне думается, что это принципиально. А сегодня это выходит во главу угла, потому что мы с вами находимся в ситуации, когда ученик иногда понимает, что хочет. И нам надо, чтобы его что хочет совпало с тем, что желает сделать учитель. А вот здесь как раз такое прогнозирование должно помочь. Ну, и так, вот такая у меня нарисовалась структура. Ну, теперь давайте пройдем по некоторым рискам. Значит, вот совершенно недавно была такая интересная картинка, которая показывает, сколько событий происходит за 60 секунд. Ну, это срез по Америке. Да, конечно, я даже не сомневаюсь, что делают это многие. Я просто подчеркиваю, что очень важно прогнозировать результат. И я еще почему об этом говорю и так настойчиво, потому что практика проведения курсов повышения квалификации преподавателей вузов показала, что когда задаешь вопрос, какую цель вы ставите, например, приходя на лекцию, такой вопрос преподавателей ставит в тупик. Вот из 100 преподавателей 99 отвечали, ну, как, зачем, читать лекцию. Поэтому это достаточно серьезно. И это не потому, что это плохо или хорошо. Я думаю, что просто над этим надо работать. Это та проблема, которой мы должны быть изобочены. Надо понимать, что если мы об этом не говорили студенту, если мы на это не обращаем внимания в системе повышения квалификации, то просто надо на это обратить внимание. Это дает другой результат в обучении. Это позволяет преподавателю иначе смотреть на организованный процесс. Просто сами преподаватели себя чувствуют по-другому, когда понимают, зачем они приходят на учебные занятия. Итак, вернемся к этому слайду. Это скрин одного из 60 секунд в Америке снят, и вы видите, сколько происходит событий. Я предполагаю, что и в любой другой стране, и в той части, где мы с вами, не меньше происходит событий вот за эти пресловутые 60 секунд. И самое в этом страшное, что это все обрушивается на нас. Вот просто задумайтесь, и, может быть, вы мне напишите в чате, что вы делаете с той информацией, которая к вам поступает, если у вас есть там смартфон, телефон, планшет, ноутбук. Что вы с ней делаете? Вот вы едете в метро, вы едете в транспорте, вы едете в машине. Вы, как прежде, берете вечером газетку и ее просто читаете? Или вы каким-то образом реагируете на то, что к вам приходит? Так, в закладки откладываем. Ну, нет планшета, это не важно. А еще что вы делаете? Вот пришла информация, там, я не знаю, какой-то к вам на почту пришел клик, или так, сразу анализируете, смотрите, планируете, что нужно. Комментируете, отвечаете. Да, это очень смешно. Вот пока вы пишете, когда ночью просыпаешься, смотришь, вечером что-то написал, а ночью начинают тебе отвечать. Сразу начинается, да-да-да, когда же думать? Список дел на листочках, совершенно верно, сортирую. То есть, смотрите, перепащиваю, если это интересно, да, думаю, что интересно, совершенно верно. То есть, смотрите, что получается. Вот к нам приходит этот объем, эта информация, и мы сразу с ней начинаем работать. Причем, что интересно, иногда удаляется. Да, это тоже так. И что интересно, ведь мы с вами получаем разную информацию, абсолютно разную информацию. Ну, мне иногда пишут, уважаемые коллеги, Марина Ефимовна, вот вы знаете, вот это не надо размещать, это точно фейк. Я пишу спасибо, быстро удаляю, потому что я не успела вот достоверно проверить. И если говорить о том обилии информации, которое мы с вами получаем, мы с вами профессиональные люди, имеющие образование, у нас есть определенные цели, мы понимаем, что нам нужно выбрать. Мы отбираем, мы откладываем на потом, но мы думаем, что это нам надо. А представляете, вот этот же мусор сваливается на головы детей. Ведь на самом деле, да, вот ограничить доступ сама себе, это отлично, вот это вообще шикарно, управление рисками, я сюда себе запишу обязательно, ограничение доступа себе, совершенно верно. Понимаете ведь, какая достаточно серьезная проблема. Вот из этого изобилия, которое есть, мы пытаемся профессионально, как мы думаем, сделать выборку. А тот, кто не имеет таких возможностей, не имеет таких способностей, и еще мечется, что ему выбрать, вообще на что ему обратить внимание, он в этом мусоре погрязает и думает, что вот эта информация, которую он получил, и является знанием. То есть, на самом деле, вот это риск третьего круга. Этот риск, это то, что идет очень быстро, очень быстро к нам. Ну, почему непонятно, почему невозможность анализа, никто и не принимает за 60, да, конечно. Там просто приведен пример, что столько информации обрушивается. Я же не требую и не говорю, что надо за 60 секунд все оценить. Ну вот, давайте посмотрим еще на такой пример. У каждого из нас в лентах разное количество друзей. Ну, у меня где-то порядка, я не знаю, больше тысячи. И понятное дело, что у меня очень много информации. Я пользуюсь источниками не только с Фейсбука. И понятное дело, что на какую-то информацию я реагирую сразу, а какую-то я откладываю на потом. Потому что действительно сразу проанализировать невозможно. Ну, может быть, кто-то умеет это очень быстро делать и очень хорошо, и вы подскажете, как, и поделитесь этим опытом. Я не возражаю. Но то, что я вижу, то, за чем я наблюдаю, и когда я вижу, что информация выдается за знание, позволяет мне утверждать, что мгновенная информация не анализируется. Я согласна, что 60 секунд – это много для того, чтобы проанализировать и отобрать. И мы это делаем быстрее часто. Но это достаточно сложно. Да, более 50 контактов в сетях – это уже неэффективно. Но смотря какие контакты. Вот если вы обратите внимание на этот слайд с информационным мусором, вы увидите, что у меня здесь стоят многоточие. То есть перечень не закрыт. И на других слайдах у меня не хватило в некоторых местах места, и поэтому это не значит, что там закрыт перечень или факторов, или методов, или мер, и так далее. То есть эта работа продолжается, и, может быть, кто-то из вас что-то еще будет добавлять. Вот я и сейчас вижу здесь тоже очень интересные вещи. Вот Ольга Игоревна пишет. И здесь я где-то повыше видела… Ой, опять я вернулась на неправильный слайд. По-моему, у меня был, я не знаю, вот так вот начнем, 14-й. Вот сюда не посмотрела номер. Значит, я обязательно это добавлю к себе и думаю, мало ли, может быть, кто-то мне еще напишет. И мы с вами вместе доработаем эти факторы риска. Но это очень серьезно. И это каждого из нас окружает. А представляете себе учителя, который ведет свой предмет, и который вот… Он думает, есть ли это ученые, есть ли это пришло, значит, это все правильно. А еще есть администрация. Это достаточно сложно. Следующий риск, не менее серьезный, но очень важный, это технологический риск, современные технологии. Вот сегодня вообще наблюдается такая ситуация, когда мы с одной стороны меньше говорим о технологиях, а с другой стороны все больше их потребляем. Потому что кто-то нам навязывает, нам говорят, вы вот это должны использовать. Кто-то говорит, ой, как здорово это помогает. Вот вы знаете, вот перископ – это замечательно. Третий говорит, нет, давайте возьмем Мирополис, а кто-то говорит, нет, давайте мы будем работать на визике. И мы совсем с вами разные. И если мы используем не обдумывая, если мы не используем, не имея определенной цели, не имея понимания использования, если мы не подготовлены к этому использованию, то, естественно, использование таких технологий, оно несет в себя достаточно серьезный риск. И это сегодня наблюдается достаточно серьезно и очень часто, потому что вы обратили внимание, что очень много дебатов велось относительно Мудрл, благодаря Юрию Николаевичу в прошлом году, хорошо это или плохо, хорошее это ЛМС или плохая. И очень мало кто аргументировал, а почему он выбрал другую. Просто все говорили ЛМС Мудрл плохо. А на самом деле она имеет безграничные возможности. И я каждый раз удивляюсь, просто откуда еще находятся новые фишки, и думаю, как же мне включить свой учебный процесс. Юрий Николаевич не стесняется делиться, как это можно вообще сделать. Я вот пытаюсь включить это в свое время образовательное, в свою технологию, чтобы тоже пользоваться. Но пока я не научилась сама, я вряд ли это выпущу на аудиторию. Потому что я считаю, что я должна владеть технологией. Я думаю, каждый учитель грамотный, он сначала технологию овладевает. Но в современном пространстве сделать это достаточно сложно. Потому что если мы взяли технологию с непросчитанным для себя, для себя, подчеркиваю, результатом, то мы получаем неэффективный результат. Когда мы выходим в это пространство с этой технологией, мы не понимаем, что нам дальше делать. И это достаточно сложно, потому что это ведет к непредсказуемым результатам. Потому что дети видят, те, кого мы обучаем, они видят наш непрофессионализм, они видят, что мы не понимаем того, что мы делаем, что самое, может быть, одно из страшных. И я считаю, что здесь, в общем-то, и нет проблемы с учителем. Есть проблемы с теми, кто этого учителя сопровождает. Потому что нам нужно уходить от общих слов, от общих рекомендаций, от того, что будет, какое наступит счастье. А если мы, например, работаем с перископом и видим свои преимущества. Вот мне нравится, как Марина Курвиц в этом направлении работает. Я, правда, пыталась ее пригласить к себе на конференцию, но так как это финансовый затрат, у меня не получилось. Ну, кто ходит к ней на вебинары, тот, наверное, видит. Она показывает, как можно использовать. И тот, кто этим попользовался, кто несколько раз пошел и посмотрел, он уже видит эффективность, он видит возможность, он может для себя просчитать, как может это работать. И поэтому он может начинать для себя использовать. То есть я призываю к тому, что мы должны прийти к таким вип-курсам, когда будем обучать или обучаем, такие, кстати, есть, но их немного, и обучаем в работе с конкретным ресурсом. С конкретным. Как это делается на профидео, допустим, под помуду? Хочешь оценки? Вот смотри такой мой ролик. Хочешь вопросы задать? Смотри такой мой ролик. Приди на такую программу, сделай вот это. Так, не имеет смысла хорошо-плохо при выборе программы. А муду хорош, именно огромный. Да, да, да. Я про это и говорю, что, понимаете, это достаточно сложно, когда мы вот именно так оцениваем. Это не профессионализм наш, когда мы именно таким образом говорим и так оцениваем. Я с вами согласна, конечно. Поэтому я и говорю. Потому что ресурс должен быть правильно, Ирина Юрьевна, согласна цели. Не потому что модно. Я тоже была на уроке однажды, меня попросили учителю помочь с использованием современных технологий, потому что после курсов повышения квалификации она приходила, вставляла диск, ну это было еще, наверное, лет 8 назад, и полчаса дети смотрели, что там происходит. И считала, что вот она и КТ использует, и у нее счастье на уроке. Вот две составляющих в использовании современных технологий в таком случае, соответствие целям, правильно вы подчеркиваете, это точно, совершенно, и я так считаю, это первая составляющая, и вторая составляющая, это профессионализм, понимание. Зачем тебе это нужно? Не нужно гнаться за модой. Традиционный урок тоже может быть идеально хорошим, эффективным и дающим результат. Есть тогда, когда тебе это все не нужно, и ты это понимаешь. И есть, когда тебе это нужно. Поэтому вот очень важно, да, да, конечно, кофейкопом. Но вот и здесь я бы не, как вам сказать, я очень бережно отношусь к учителю и преподавателю. И знаете, почему? Потому что ему надо помочь, ему надо показать, как можно делать. И ведь проблема, в следующем риске, я буду о нем говорить, это повышение квалификации. Учитель прошел повышение квалификации, и мы его бросили потом. А так как он не занимается этим каждый день, и не может в силу занятости, он и забывает, как надо было делать. Поэтому его надо сопровождать. И тогда он не будет кофе попивать, тогда он будет понимать, что ему надо фильм, фрагмент, из фрагмента вопроса, из вопросов эссе, из эссе еще какой-нибудь таракан изобрести, понимаете? То есть здесь ошибка тех, кто сопровождает. Надо преподавателю, который работает, помогать. Конечно, если он сам не захочет, мы ничего не сделаем, но я все-таки думаю, что это важно. Ну вот здесь вы все, думаю, уже почитали, я не буду, естественно, читать то, что на слайде. Следующий риск – отсутствие педагогического образования. Но мы с вами мало говорим об этом. С одной стороны, много, потому что сейчас говорят, вот, не педагоги идут в вузы, идут в школы, и это замечательно. С другой стороны, мне кажется, с профессиональной точки зрения, с педагогической, это очень серьезный внутренний риск. Я работала директором школы 13 лет, и у меня был период, когда, наверное, все это переживали, когда в школах повысили зарплату, а в вузах нет. И преподаватели вузов ринулись мужчины в школы, и в школу все подумали, вот счастье наступило. Но на самом деле, вот это был неоправданный риск. Потому что замечательный ученый, преподаватель вуза, приходит в школу и начинает систему вузовскую перекладывать на школьную. А школьник – это то создание, которое привыкло, что постоянно его спрашивают, постоянно его проверяют, дают задания, вступают в какое-то взаимодействие, креативят. А преподаватель вузовский стоит у доски, пишет что-то мелом, рассказывает, увлечен. Дети могут сидеть, открыв рот, и не видят звонков, и не слышат. А наступает результат, контрольная, и результата никакого нет. Вот сегодня наблюдается… Нет, не всегда я работаю по плану. Нет, конечно, не всегда работаю по плану. И в результате наблюдается, что сегодня у нас с вами. Когда… План, знаете, так вот отвлекли, но я скажу вам сразу, Вячеслав Александрович, дело в том, что план для чего делается? Чтобы сложить свои идеи, свои взгляды в правильном русле согласно знаниям, согласно программе. Вот. А недостаток педагогических знаний мешает, конечно. Кая за то, чтобы просвещать преподавателя. Я вам должна опять сказать, что я столкнулась с этой проблемой, с вузовскими преподавателями. Мы такие курсы проводили для преподавателей в Московской области, сейчас вспомню регион, где никогда не было вузов. Только научные, научно-исследовательские институты открыли вуз. И преподаватели, ученые, которые очень именитые, стали вести занятия, они не понимали, почему у них не получается. И мы с Лениной Поликарповной, Крившенко приехали туда и три дня занимались на погружении с преподавателями. И был потрясающий результат. Вместо трех пар, которые у нас были запланированы, мы с этими преподавателями работали с утра до ночи буквально. Потому что они находили, они понимали, что вот это то, что они не успели, потому что мы им объясняли, они перестраивали свой урок. Вот я за просвещение, за то, чтобы показать, что это важно преподавателю, а дальше показать, как надо и можно делать. И такой ученый найдет правильный путь. Я за то, чтобы они работали, но за то, чтобы им помочь, за то, чтобы последствий негативных избежать. Потому что это принципиально. И вузовские преподаватели тоже, потому что, ну, очень много вузовских преподавателей, которые пришли в вуз после студенческой скамьи. Преподаватель школьный, да, учитель, например, или инженерное образование. А сегодня очень много тех, кто приходит. Я не против, я за, но надо этот риск минимизировать. И вот я думаю, что вот такими путями, если мы это поймем, если мы к этому придем, а не будем просто абстрагироваться. И это очень важно. И, кстати говоря, вот в магистратуре, в моей преподаватели, которые не имели педобразования, а сейчас обучаются, они открыто говорят, что вот теперь это становится понятным, почему не получалось. То есть есть некоторые вихи, которые обязательно надо сказать. И здесь никто не преуменьшает возможности ученого. Абсолютно. Просто я считаю, что ему надо помочь. Это серьезный риск для образования. Для школы, для технопарков, для вузовского образования, для любого. Надо не избегать этого, а надо просто помогать в этом. У меня сегодня просто прыгает и прыгает. Юрий Николаевич, какие-то волшебные, наверное, слайды у меня. Так вот. Культура обмена знаниями. А вот теперь, смотрите, тоже серьезная проблема, с которой мы с вами все сталкиваемся. Ну и последний финишный был такой, финишный рывок был. Да, финишный рывок был. Очень интересный. Найт Кранч. Когда приехал владелец мудла, выступал на мастерской, рассказывал. Ну я, к сожалению, была на другой мастерской, но меня поразили эмоции слушателей. Когда они мне пересказывали, что там было. Они говорят, так, вы представляете, он 40 минут рассказывал о том, как устроен мудл. И вся аудитория сидела в полной тишине. И через 40 минут он спросил, ну может быть, кто-нибудь из вас знает, что такое мудл? Или может быть, кто-нибудь из вас пользовался когда-то мудл? Поднимите руки. Когда все подняли руки, он присел от ужаса. Он даже не предполагал, что в такой России, где-то в какой-то непонятной стране, как я теперь думаю, люди используют мудл в образовании, в образовательных организациях. А на мой взгляд, это вот такой внутренний риск. Да, Даша, совершенно верно, совершенно верно, Даша, Даша Сергеевна. Это культура обмена знаниями. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Вот с одной стороны, я считаю, что источники смешанного обучения и вообще мы смешанным обучением стали заниматься очень и очень давно. И в России этот опыт имеет большую историю. Но говорить слух и описывать этот опыт стали иностранные ученые. С чем это связано? С тем, что мы с вами не печатаемся на английском языке в большинстве. Мы мало читаем англоязычные литературы. Мы бываем не на тех конференциях. Вот понимаете, может быть, это звучит несколько утрированно, но это так. Когда я понимаю, когда я понимаю, что я еду на конференцию, я хочу пойти, послушать, сама выступить, рассказать. И я не понимаю, когда люди едут с целью посидеть, погулять, вот будет время в этой стране провести. Я думаю, что таким образом конференции выстраиваются, ну, несколько не очень правильно для образования, и мы на этом с вами теряем. Ну и, конечно, потеря в языке. В результате мы имеем с вами то, что имеем. Это то же самое, что касается визуализации. А чем опорные конспекты, не визуализация? Та же самая визуализация. Просто инструменты сегодня другие, но вот описано сегодня иначе, понимаете? Поэтому я думаю, что для того, чтобы преодолеть вот этот риск, который каждого из нас касается, ведь обратите внимание, сколько замечательных учителей сегодня на поверхности. Сегодня говорят о том, что они делают. Но они просто говорят, но очень мало об этом пишут. Ну, надо сказать, что мы и не учим, как писать, потому что простой пересказ, он мало информации дает для науки. Значит, нужно учить, как это делать. Как рассказать о своем опыте, чтобы этот рассказ был научным. Но надо это делать. Когда-то мой научный руководитель, его, к сожалению, нетуше, Зиновий Карлович Накендор, сказал мне, всегда сначала публикуй, потом рассказывай. Вот я всегда об этом помню, но всегда делаю с точностью наоборот. Но надо научиться излагать свои мысли правильно на бумаге. И этому надо учить. И я думаю, что вот в сообществе профи-иду это тоже такая ниша, которая бы помогла такой популярный текст научить преобразовывать в научный. И есть такие ученые, которые умеют это делать. Есть такие технологии. И это нам поможет выйти на другой уровень. Поможет рассказать о том, что мы делаем профессионалам на профессиональном языке. И тогда сбудется вот мечта моя, когда на Эд Кранч, например, главными спикерами будут не иностранные гости, а российские, которые с таким же упоением будут рассказывать о том, что они делают. И что это становится, и что это и есть мировой тренд сегодня. Вот писали на Эд Кранче, на Фейсбуке все время, почему комментариев нет. Мне было очень сложно на этом Эд Кранче написать что-то такое, что было бы абсолютно позитивным. Потому что да, там были друзья, да, там было здорово, там я встретила хороших знакомых, с кем-то развиртуализовалась. Но меня не тронуло, мне было очень обидно, что такой серьезный опыт, который есть в России, представлен в второстепенных ролях. И поэтому я думаю, что если бы мы какие-то с вами риски вот эти преодолели, то может быть и получилось гораздо эффективнее. И может быть это будет для нас полезнее. Но для этого надо научиться это делать. Да, надо совершенно верно трансформировать в современные условия то, что мы с вами умеем делать. Ну и завершая сегодняшний вебинар, я бы хотела опять, у меня первый слайд, конечно, так обычно у меня бывает. Вот, сейчас я сюда вернусь. Такими, на мой взгляд, очень важными словами. Важно думать о будущем. Но мы с вами сегодня живем. И живем, не забывая о прошлом. Понимаете, очень интересны форсайты. Очень интересно, что будет в 50-м году. Меня волнует, что будет с моими внуками, с моим сыном через какие-то годы. Но меня и волнует тот, кто сегодня ко мне приходит. И студент, и магистрант, и аспирант. И что мне с ним делать, и как. Поэтому я думаю, я думаю, что живя в будущем, надо жить в настоящем. И очень у многих это получается и здорово, и креативно. Я призываю об этом рассказывать. И если Юрий Николаевич вас не будет возражать, я скажу, что я вас на конференцию приглашаю, на которой будут выступать наши спикеры. с уникальным опытом, очень интересным. И если вы готовы, я готова ответить на вопросы. Думаю, что мы о рисках, может быть, еще продолжим. Я продолжу свое исследование. Я этим занимаюсь. И, конечно, я выбрала больше рисков. Но вот сегодня я решила рассказать об этих. Может быть, это вам было интересно и полезно. По крайней мере, это такой серьезный опыт, когда каждый из нас принимает решения, исходя из того, как он живет, в какой он ситуации находится, какие у него внутренние ценности и как он умеет пользоваться вот этим образовательным процессом, образовательным пространством, тем, с чем он сталкивается и кого он обучает, кто становится вместе с ним вот на эту ступенечку образования. Дорогие друзья, совершенно уникальный доклад. Марина Ефимовна, я, наверное, вам сделаю. Сделаю. Фаниту назвал. Фаниту назвал. Совершенно уникальный доклад. Вы все видели, что сегодня происходило. Это просто здорово. От себя я помечу, пометил реплику моего друга Чемизова, Сергея Александровича, друга виртуального, из Екатеринбурга, Медицинская государственная академия. Он бросил такую реплику, что Адам Смит не прав со своим выражением про риски, но я бы хотел, как бывший брокер на финансовом рынке, согласиться и с Париной Ефимовной, и с Адамом Смитом. Любое дело всегда имеет риски. Даже контейнер, где, конвейер, где все продумано, просчитано, работает как часики, и то иногда ломается. А уж в образовании тем более. Супер, здорово. Я еще заметил реплику Надежды Олеговны Блюст. Наша соотечественная, живет во Франции. Я ее знаю. Про зарплату и качество. Уважаемые коллеги, зарплата связана с качеством, но мы не знаем всегда, что такое качество. То, что мы любим и хотим, это не значит, что оно качественно, и это всегда риск. Это уже от себя дополняю, что не раскрыла Марина Ефимовна. Мне показалось абсолютно правильным тезис, когда мы говорим о рисках, важность общения с экспертами. Но Марина Ефимовна очень тактично уводит примеры провалов. Я один пример приведу напоследок. Когда я выбрал новую платформу вебинаров, я ее тестировал, пробовал, а потом выяснилось, что меня больше половины участников не слышат. Я не мог ничего сделать, это был провал. Ну, естественно, я сменил решение по применению этой платформы. Ну, и главный критерий, мы и другие можем риски знать. И еще в заключении нам не всегда известен критерий достижения цели, о чем я хотел отметить. Мы говорим о наших других мероприятиях. Кстати, реклама. Я приветствую Марину Ефимовну по приглашению конференции, потому что я сам там тоже приглашен, как спикер. Так что приходите, участвуйте. Я благодарю Марину Ефимовну. И сегодня хочу сказать, мы продолжим, я продолжу встречу уже на новом мероприятии. Вот я вот сейчас дам ссылочку. Приходите к нам сегодня на следующий вебинар. Там уже я провожу. Мы как раз там будем говорить про риски, когда прежде чем что-то браться, нужно взвесить свои силы, просчитать результат, как говорит Марина Ефимовна, но уже на расчетном уровне. И мы акцентируем именно на цели полагания. Насколько моя цель увеличится, мой результат прирастет в зависимости от того или иного решения. Всем спасибо. Для скачивания сейчас Марина Ефимовна даст команду, что можно скачивать. Марина Ефимовна, Ваше заключительное слово на сегодня. И Юрий Николаевич, спасибо большое. Я очень благодарна вам и за вопросы, и за комментарии. Я хочу только вот относительно цены и качества сказать так. Вот для меня есть один самый серьезный мотиватор. Вот для меня лично. Я выбрала свою профессию, и я за нее отвечаю. И меня может не устраивать зарплата, но это моя позиция. И я могу размышлять, как это плохо, как это мне не нравится, но я совершенно искренне говорю, что это вторично. И это плохо. Я знаю, что это плохо. Но я привыкла отвечать за то, что я делаю. Поэтому мне кажется, что учитель, который взял на себя ответственность, он может бороться за то, чтобы у него была высокая зарплата. Но, взяв ответственность, неси ее. Потому что мы же не идем, или мы не хотим идти к врачу, который сидит и говорит, низкая зарплата, я вас плохо лечить буду. Почему должны идти к такому учителю? Ну, это уже отступление. Спасибо вам большое. У меня действительно рисков еще достаточно много. Это такая преамбула была. И может быть, мы еще как-то с вами встретимся. Может быть, и на конференции. Давайте дружить дальше. Спасибо, Юрий Николаевич, что пригласили. Я всегда открыто доступна. И вот мой адрес. И скачать вот эту вот риски первая часть я отправила. Сейчас спешу разрешить участникам загрузку. Нажала кнопочку. И, пожалуйста, можете эту презентацию скачивать. Будут вопросы, пишите. Так, а что за конференция? Конференция... Ой, у меня под руками нет ссылочки сейчас. Виртуальная реальность современного образования. Юрий Николаевич, у вас нет случайно ссылочки на конференцию? Она будет с 17 октября по 20... Ага, Наталья Андреевна, пожалуйста. С 17 по 20 я скажу, что там нужно регистрироваться на каждую мастерскую. Вот. И если вы вдруг не сможете прийти, то вам придет потом видеозапись. Спасибо большое. Вот эта ссылочка. И еще приходите учиться к нам в магистратуру. У нас открыт набор. В ноябре приемные будут. Да-да, это на программу. Там сразу можно регистрироваться. Спасибо. Удачи. Спасибо вам за то, что вы пришли и были с нами. Вот никто не ушел. Спасибо большое за интерес к программе. Спасибо, Юрий Николаевич. Спасибо. Продолжение следует...